Приветствую вас! Сразу хотел бы сказать, что я не читал ответы экспертов, которые вам ответили на ваш вопрос, вот, поэтому простите заранее, если мой ответ будет в чем-то совпадать с тем, что вы уже прочитали. Значит, вы пишите, что вам 28 лет и сами того не замечая, вы пропускаете людей слишком близко и приходите в себя, когда они начинают позволять себе говорить какие-то хомоватые комментарии в вашей адресе. Ну вот здесь сразу два момента. Момент первый. Вот вы говорите хомоватые комментарии, да? Это вот что за люди такие в вашем окружении, которые, если которых вы к себе пропускаете, они вам сразу начинают хамить. То есть волей-неволей здесь встает вопрос, ну, на мой взгляд, встает вопрос о том, какое у вас окружение. Какие люди вас окружают, что они вообще из себя представляют и что эти люди, самое главное, делают вот как бы среди вас. То есть среди ваших друзей, ваших знакомых там и так далее. Это вот первый, наверное, важный момент. Там есть, ну, знаете, ну, можете вы пропустить человека к себе, в этом нет ничего такого необычного. Особенно если вы это сделали в результате, там, деятельности какой-то или ваших совместных интересов или чего-то, или чего-то еще, понимаете? То есть само по себе пропускает человека, это нормально, не нормально, то он начинает хамить. Это позволяет говорить о том, что за люди вас окружают, знаете, среди какого круга людей вы, ну, вращаетесь, находитесь и так далее. Это довольно-таки серьезный момент, момент выбора окружения, вашего окружения. Далее. Вы говорите, что сами того не изменьшая, я пропускаю людей слишком близко к себе, пишите вы. Ну, здесь момент, конечно, такой, что вы их пропускаете, да. Смотрите, вот в ближайшее, да, вам нужно в первую очередь для себя определить, на какие темы с людьми вы готовы разговаривать. Вот, вот со всеми, да, на какие темы вы готовы разговаривать, например, только с определенным кругом людей? На какие темы вы готовы разговаривать, а на какие темы вы готовы разговаривать, только, опять же, с некоторыми людьми? То есть, далеко не со всеми людьми. Вот, этот момент, его тоже нужно отдельно, как бы, разбирать. Потому что он объективно важен, этот момент. Далее. Ну, вот вы говорите о том, что, значит, через чур близко подпускаете человека к себе. Ну, простите, что это значит? То есть, как именно это у вас проявляется? Вы начинаете ему все рассказывать? Начинаете с ним все обсуждать? Или вы начинаете ему доверять? Или, что, в любом случае, чрезмерно подпускать людей к себе вас доставляет ваши потребности. То есть, вы, например, условно говоря, нуждаетесь в том, чтобы, допустим, рядом с вами были, ну, определенные люди, чтобы эти определенные люди вам что-то давали. Чтобы, опять же, глядяю, вы сами для себя что-то получали, да, и так далее. То есть, вот, это определяется вашими потребностями. Ну, вот, собственно говоря, если мы имеем дело с вашими потребностями как раз, то вот именно с них и стоит начать обсуждение. То есть, именно ваши потребности, именно они определяют то, как вы с людьми сближаетесь. И круг тем, на которые вы с людьми разговариваете. То есть, вам нужно просто-напросто для себя определить. Вот, что вы, например, рассказываете, чем вы делитесь и для чего вы делитесь, например, с каждым знакомым. Чем вы делитесь с хорошим и знакомым. И для чего. И чем вы делитесь и что рассказываете друзьям. Вот. То есть, нужно вот следовать своим границам. Например, с знакомыми вы обсуждаете только то, что вас связывает по деятельности. Другие темы, все остальные вы стараетесь замять. Другие темы все вы стараетесь как-то, значит, избегать этих тем и так далее. Значит, с хорошими знакомыми обсуждаете помимо этих тем еще и смежные темы. То есть, что такое смежные темы? Это, которые, вот, являются близкими к тем, о которых вы, о которых вы общаетесь, вот, как раз, с знакомыми. Это уже может быть какие-то истории, там, отвлеченные про вас и так далее. Кстати, с знакомыми обычными вы можете, в принципе, общаться, рассказывая истории вообще, как какие-то, ну, какие-нибудь, совершенно с вами не связаны. То есть, это вот очень важный момент для вас, чтобы вы именно на такие темы общались с этими знакомыми. Чтобы это вас как-либо вообще не задевал. Чтобы вы чувствовали, что общение идет именно так, как вы этого хотите. Вот только как вы этого хотите. И все. Не больше и не меньше. Вот. Значит, соответственно, с хорошими знакомыми вы можете рассказать уже истории, связанные именно с собой. Какие-то такие, вот, отвлеченные. Ну, а постоянно следите, как человек реагирует на вас. То есть, если он реагирует несходительно или насмешливо, то у вас есть несколько вариантов ответной реакции. Здесь мы уже плавно переходим ко второму вопросу. То есть, как определить, это я такая ранимая, спрашиваете вы или это люди просто вас не уложат, да? Значит, ранимость ваша можно определить по тому, как вы воспринимаете то, что вам хамят. То есть, если вы делитесь чем-то с человеком, что-то ему рассказываете, да, а он в ответ, да, там, как-то вот негативно реагирует на вас. Ну, вы смотрите, вас это задевает или нет? Если вас это задевает, значит, это вы ранимы. Значит, вас задело что-то и с этим чем-то нужно работать. Это что-то нужно разбираться, понимать, пытаться понять, почему вас это задело и так далее. Если вас, в принципе, не задело, но вы не считаете для себя приемлемым такое общение, то есть, вот, вы считаете, что с вами должны общаться более уважительно, да, более как-то цивилизованно, более продуктивно и так далее, то это означает, что человек просто переступил границу. В этом случае вам следует никак не проявлять свое, например, неудовольствие, потому что смысла никакого в этом нет. Человек, скорее всего, не осознает, что делать, вот, а вам просто нужно в следующий раз прекратить с ним всякое общение, всякое взаимодействие, да, и просто-напросто перестать общаться с ним. Вот, как бы, и все. Есть, конечно, с другой стороны еще и вот такой вариант, на мой взгляд, ну, довольно хороший. Если он вам, конечно, подойдет. Этот вариант заключается в следующем. Вы говорите человеку раз о том, что вам не понравилось. Прости, но я бы попросил тебя больше вот так вот не говорить или так не выражаться или не проявлять ко мне такого отношения, да? Сразу, сходу. Как только он первый раз, вот, подобное поведение проявил. Вы ему это говорите и после этого смотрите. Если человек повторил подобное, значит, вы его не волнуете, ну, или волнуете, но не так сильно, как, например, необходимо для того, чтобы выстраивать нормальное отношение, да, вот, и, соответственно, с этим человеком нужно вам расставаться, расставаться. Этот человек вам в этом случае не подходит, к сожалению. Ну, совершенно, на мой взгляд, очевидно и понятно, что если вас уважают, если вас с вами дрожат, точнее, ну, совершенно очевидно, что вести себя с вами вот так вот не будут. На мой взгляд, это совершенно очевидно. Вот. Значит, таким образом вы и сможете устанавливать свои личные границы. Вот. Вот. Я хотел бы, чтобы вы сразу поняли одну вещь. И, в принципе, я о ней уже сказал. Но хотел бы повторить. Важно не то, как вы выстраиваете личные границы. Важно другое. Важно то, почему их у вас нет. Важно то, почему вы не соблюдаете их. Не соблюдаете их. Вот это вот куда возьми. Потому что, то, что вы их не соблюдаете, свои личные границы. Это определенный признак И если мы говорим о признаках То это признак того, что вы выстраиваете свое поведение Как потребностное поведение, как социальное поведение, как личностное поведение Вы выстраиваете его неверно И его, ваше поведение, оно, как я надеюсь, вы понимаете Представляет из себя такие аспекты, как установки, ценности, уверенность в себе и так далее Все вот это нужно корректировать Потому что, как правило, личные границы устанавливаются еще в детском возрасте, в подростковом возрасте Благодаря воспитанию родителей Благодаря социализации человека И благодаря любви к себе, самоуважению и принятию в себя У вас есть такое, на мой взгляд, проявление Тревожное немного проявление Святанное с тем, что вы называете себя ранимой То есть, вот вы ранимы И вы как бы сомневаетесь в себе Вы говорите, что вот, ну, я ранима То есть, действительно ли ситуация такова, что Это меня так вот не любят, это меня так принижают Или это я ранима А откуда взялось у вас вот это вот представление Само по себе, откуда оно взялось Вот это вот тоже довольно важный вопрос Который, на мой взгляд, ну и на проработку обязательно А мы все равно, ну, ситуация заключается в том Как раз Что это основа? Ваши сомнения Суть основы для нарушения личных границ Сомневая сомнения в себе Основание для того, чтобы пускать человека ближе Чем его стоит пускать Ну и, соответственно, пересмотр вашего окружения Тоже, на мой взгляд, очень важный момент Потому что, вот, то, что сейчас происходит Так быть не должно То есть не должны в вашем окружении быть люди, которые вам хамят Либо здесь вы меняете свое окружение Это всегда смена определенной деятельности Это всегда смена образа жизни Определенные внутренние изменения Может быть переработка ценностей Больше уделения внимания, внимания саморазвитию И так далее Но ваше окружение вам нужно менять Потому что вы не смотрите в корень проблемы Вы говорили, как мне сделать так, чтобы вот люди мне не хамили Да, как мне сделать Установить личные границы А при этом вы не смотрите в корень проблемы А корень проблемы в том, что вы сам выбираете таких людей Вы сами находитесь с такими людьми Вы сами, как бы, находитесь в среде таких людей А причины же хамства Вот почему Здесь люди, которые хамят Причины хамства Это определенная социальная культура людей И у этого есть свои причины У этого есть свои обоснования У этого есть свои мотивы То есть это не просто так Понимаете? Это не просто так И то, что вы с такими людьми связаны Это тоже не просто так Вот об этом я рекомендую вам подумать В принципе, кроме того, что определяет ваше поведение Все остальное вы можете, в принципе, вполне сперектировать самостоятельно Ну, а вот по поводу того, что движет вами Это вот неосознаваемое сейчас На которую вас нужно повернуть Вот этот момент, я думаю, с вами можно будет проработать На это вам нужно выбрать эксперта И пройти несколько консультаций с ним На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Пишите в личку, я вам помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи!